Привет, друзья! Вы смотрите канал Около Музона, и сегодня мы посмотрим видео с канала Бездушный. Видос называется «Голограмма Юрия Хоя. Развод фанатов Сектора Газа». Давайте смотреть! О, здорово, дорогие крестьяне! Это Бездушный. Поговорим и всё выясним. Сразу что хочется сказать, от чего я реально охуел, так это от того, что билет на концерт с голограммой Хоя стоит 17 тысяч рублей. Вы только подумайте, даже зарубежные рок-группы, которые... Слушайте, ну тут сразу же какое-то гониво идёт. Написано, прям он в ставку сделал от 3,5 до 17 тысяч рублей. То есть билет минимальный стоит 3,5 тысячи рублей, и этих билетов будет больше всего продано. 17 тысяч это какие-то там випки, это у всех. Это тогда можно говорить, что у какой-нибудь там звезды, у любой там, у Ленинграда, у них билет стоит полмиллиона рублей или там полтора миллиона рублей. Такие билеты есть. На суперзвезд есть супердорогие билеты. Но это не значит, что этот билет столько стоит. Основная масса билет, ну основная масса людей покупает обычные билеты, которые стоят по минимальной цене. И тут, да, 3,5 тысячи это дорого на концерт Сектор Газа с голограммной Хоя, я считаю. То есть это по сути как на концерт каверов каких-то. Ну ладно, упустим этот момент. Но 3,5 тысячи, ладно, но тогда говори по факту. Зачем ты сразу начинаешь с какой-то манипуляции со лжи? Не понимаю, ну... Приезжают в Россию, и которые известны в широких мировых массах, так не охуевают по цене. Нет, как раз все охуевают VIP-билеты на любую западную группу могут доходить до миллиона рублей. Но никто не будет говорить, что на эту группу стоил миллион рублей, на какой-нибудь стинг приезжает, и на него стоит миллион рублей. Нет, билет стоит по минималке, всегда считается. Минимальный билет было написано 3,5 тысячи рублей. Уже у меня вопросы, вот на канале там 2 с чем-то тысяч подписчиков, уже к этому человеку возникают вопросы, да. Вот насколько контент его качественный будет, и вот, ну, я пока первое видео смотрю. Вы даже на живой сектор не пошел бы за такую цену. Чего уж там говорить про какую-то обоссанную голограмму. Но сегодня основная мысль видео это не высказать какие-либо претензии к творчеству Сектора Газа, а высказать... Короче, я так понимаю, он не любит группу Сектора Газа, но давайте посмотрим, что он скажет. ...претензии к тем, кто на тупых говнарях решили срубить баблишкой. И сейчас этим тупым говнарям я растолкую все по полочкам. Почему все-таки не стоит ходить на эту дрочь? Ну, я очень сомневаюсь, что ты по полочкам тупым говнарям что-то растолкуешь, потому что ты уже наебал, уже заманипулировал. Типа, ну, как бы, дальше будет, скорее всего, такой же фуфлыжный базар. Ну, давай. Во-первых, когда зрители будут смотреть на голограмму Хоя, казалось бы, с виду, да, Хой почти как настоящий. Но, блин, вот, настоящий такой именно с живым звуком таким музыки и голоса Хоя там не будет. Там просто будут включать студийные записи Сектора Газа, которые могут... Вот, кстати, вот это я не знаю, я ни разу не видел концерт с голограммами, они их уже делали. Вот, я всегда думал, как делают. По сути, это можно реализовать, чтобы группа играла живьем. То есть, взять записи, тем более Сектора Газа, у них там записи, по-моему, все под метроном сделаны. То есть, грубо говоря, что мешает просто оставить только голос Хоя, да, ведь все, ну, даже если нету проектов, да, не сохранились, там все равно можно все вырезать. Короче, можно оставить просто голос Хоя, а все остальное можно играть живьем под метроном. То есть, это все в принципе реально можно будет сделать. Конечно, если они сделают все, просто включат минусовку, ну, типа плюс, точнее плюс включат, просто запись студийную включат, и на сцене будут музыканты просто кривляться с гитарами, это, конечно, будет хреново. Это, ну, это будет неправильно. Но я не знаю, честно говоря, напишите, ребят, в комментах, кто знает, как делаются вот эти концерты с минусовку, кто вообще был на таких концертах и как они делаются. То есть, там реально плюс включают. Я что-то, ну, если прям плюс, ну, это, конечно же, действительно как-то хреновенько. А вот если музыкант играет вживую, все вживую, и просто голос Хоя идет в плейбеке, грубо говоря, вот, и его голограмма, то, по-моему, это прикольно. Можно послушать дома, в барах, господи, да где угодно их можно послушать. Вот реально, кто был на концерте с голограммой Горшка, тот понимает хорошо, о чем я сейчас толкую. Ну, вот, ребята, кто был на концерте с голограммой Горшка, напишите в комментариях, там была просто плюс или, ну, студийная запись, просто, ну, просто запись, да, их официальных альбомов. Или же все-таки там вживую играли музыканты. Вы за это реально готовы 17 тысяч платить? Лично... Не 17, а 3 с половиной. Мне такой колхоз и даром не нужен был бы, даже если бы сделали голограмму на какого-нибудь моего любимого музыкального исполнителя, которого уже давно нет в живых. Но я не понимаю, это насколько ужасным человеком нужно быть, чтобы заниматься таким кощунством? Прям ужасным человеком. Даже если все, как он говорит, прям ужасный человек. Ради того, чтобы срубить бабла ступоголового быдла, и у этого ступоголового быдла вызвать такой восторг, вот это да, сам Хой воскрес. А к нам, кстати, недавно в город приезжали FPG. Господи. Да кто такие FPG вообще? Какие-то жалкие ноунеймы, которых никто не знает и никто не слушает. Куда им доходит Цоя Горшка, которых слушают миллионы? Ну, FPG не жалкие ноунеймы, их много кто знает, но как бы FPG у них материал в тысячи раз слабее просто, вот и все. Ну, у них просто материал очень слабый, вот и все. Они умерли, все, слушать нечего больше, к сожалению, больше нормальной музыки вообще нету. Поэтому, короче, я буду только на концерты с голограммой ходить, а не на каких-то ноунеймов, у которых нет абсолютно музыкального таланта. Вот так вот. Но лично у меня логика такая. Ну, тут, конечно, отчасти есть такое, что действительно, да, человек так устроен, большинство людей так устроено, что то, что им понравилось в детстве, они слушают всю жизнь и не могут просто воспринять новую музыку. Просто не могут. Потому что такое, у меня вообще ощущение, что просто у тебя вкус меняется, как бы старое ты запомнил, что было классно, клево, а новое ты уже не хочешь воспринимать, и из нового ты слушаешь, например, совершенно другие какие-то стили, вот. Ты уже не можешь в данном жанре, и тем более сейчас мейнстримовые группы, они все-таки не рок-группа, да, а рэп и так далее, вот. И все это вот так вот, и, конечно, они говорят, что да, вот раньше было классно, и мы хотим то, что раньше было слушать, а то, что новое происходит, ну, типа, нам неинтересно. Да, это как бы грустно, наверное, странно, но так вот, это по факту так. И поэтому никто не хочет слушать сейчас FPG, которые, на самом деле, FPG-то уже старье. Ты привел пример FPG, например, сейчас это там Кис-Кис, пошлое Молли, хотя уже, наверное, для нового поколения это еще тоже уже старье уже стало, уже сейчас новые звезды. Но FPG-то тоже старики, просто они чуть-чуть помоложе, чем Сектор Газа, да, вот. И FPG-то это не тот уровень вообще. Сектор Газа это группа союзного значения, ну, то есть Советский Союз еще был. Потом это было российского значения, и узнали все, во всех городах, во всех, ну, типа, России, во всех закутках знали группу Сектор Газа. FPG, да, это ноу-неймы. Если уж ты сразу берешь, ну, хотя бы возьми какой-нибудь Кис-Кис, они уж попопулярнее, чем FPG. Это тоже рок. Или возьми какие-то, там, не знаю, там, та же пошлое Молли попопулярнее. Ты скажешь, ой, ну, это вообще какая-то попса. Ну, или в конце концов рэп исполнителей. Или хотя бы Макс Коржи. Да, это типа не рок, но это и не рэп совсем уж прям. Это как раз такой современный, новый, такой суперпопулярный артист, который собирает стадионы. Стадионы артист Макс Корж. Вот, пожалуйста, вот можно это слушать. И там на концертах происходит, ну, просто дикий угар и вообще и трэш. А FPG, да, это просто, ну, просто слабая группа. Вот, поэтому на нее и меньше пойдет народу. За фальшивое выступление фальшивые бабки. По-другому никак просто. А студийные записи Сектора Газа, как я уже сказал, я могу послушать и дома. Ну, вот я говорю, вот он говорит студийные записи. То, что он уже там с этими, с билетами наврал, то я и сомневаюсь, что он прям так уверенно говорит студийные записи Сектора Газа. А может, это не студийные. Может, это вживую все будет сыграно. Просто голос будет идти плейбэком студийный. Ну, да. Ну, это, вот если так они делают, это действительно интересно посмотреть на концерте. Ну, и другие причины прихода на концерт, сейчас я их расскажу. А если мне захочется на настоящего Хоя посмотреть, я могу просто в Ютубе вбить абсолютно любой концерт Сектора Газа, включить по телеку 3D формат, надеть 3D очки. Все, я на концерте Сектора Газа. И бесплатно причем. Но я не буду этого делать, потому что все-таки нормальным людям давно уже неинтересна такая бессмысленная музыка с тематикой для быдла. Ну, по крайней мере, до такой степени, чтобы идти на эту дрочь с голограммой за такую вот сумму. Нет, нормальным людям интересно, яркие артисты с интересными текстами. Тематика для быдла – это тупой разговор. У кучи групп тематика для быдла. Но именно Сектора Газа стали популярнейшей группой, известной на всю Россию, потому что у них реально тексты, в которые ты веришь. То есть тексты, которые реально отражают быт того времени. То есть это то же самое, что я не буду читать классику 18 века, потому что там события, которые уже давно не интересны. Там на конях скакали, а сейчас не скачут. Все это за тупизм. Сектора Газа пели про то время, и ты окунаешься в ту атмосферу. В то время, да. Конечно, они не поют про современные тенденции. Вот и все. Это тупо так говорить, что «Ой, нормальным людям неинтересно». Нормальным людям интересно, а ты вот не понимаешь нифига этого. Я лучше скажу на какой-нибудь нормальный панк-концерт, на какие-нибудь… На какой нормальный панк? Хоть одну мне нормальную панк-группу назови в России. Масштабы Сектора Газа. Хоть одну, давай. Какой ты сходишь? Нормальные молодые панк-группы. Да, сейчас есть группа, которая продолжила Сектор Газа. Это Ленинград. Но их, опять же, уже сейчас нет. И Ленинград – это тоже уже старео. Вот. Современный. Я даже не знаю, кто занял вот эту нишу. Вот как будто бы нет ниши новой в рэпе, которая бы типа была типа Ленинграда, типа Сектора Газа. То есть про бытовуху. То есть Сектор Газа пели про быт. Интересно. Истории, в которые ты понимал, которые ты чувствовал. Вот с юмором, с прикольщиками. У FPG – это тексты просто школьников. Это вообще, это не тот уровень. И другие вот все, которые панк-группы. Ну, какие сейчас панк-группы есть? Тараканы прям такой, прям панк-группа такая? Или что? На какой ты панк-концерт сходишь? На что? На какие группы? Все группы, у них все уровень просто ниже во всем. Просто и в мелодиях, и в сочинительстве, и вообще во всем просто. И в популярности, опять же. У которых, ну, такие же простые, веселые песни, но у них все-таки музыка будет более мелодичная, чем у себя. Да не такие же, какие такие же песни? Говно у них, а не песни. Сектора Газа будет какой-то такой оригинальный стиль. Какой оригинальный стиль? Короче, ребята, нужно понимать просто, что рок и вот этот панк тот, он ушел. Все, прошло то время. Нельзя сделать панк как Сектор Газа или лучше. Все, другое время, другие движения. Вот сейчас панк, это типа кис-кис, ну, это не то, не панк, но рок, там пошлое моли, вот такие группы, там пассаж какие-нибудь. Это все уже то, что он перечисляет, и то, что вот эти вот какие-то там панк-группы, даже я не понимаю, какие в ПГ, ну и что, и какие еще. Вот, это все уже старье, это не то. Сейчас другое время, другие тенденции, другая музыка. Все, это надо понимать. Вот, например, Макс Корж, он поет тоже про бытовуху. Может быть, это и можно сказать, что он типа следующим стал после Ленинграда. Он поет в стиле типа рэп, но у него там все тоже под гитарку есть. То есть, это такая народная музыка, почему он собирает стадионы, да, и у него так много как бы фанатов. Вот, и вот он как раз тоже поет про обычную жизнь, ты понимаешь все эти вопросы, про какие-то личные переживания, вот, и совмещает как бы и рэпчик такой типа, и рок, и какой-то вот драм-н-бэ, драм-н-бас, ну, то есть такую электронщину как бы. И делает это мощно и круто. Вот, пожалуйста, можно на него сходить. Но у него билеты, я, кстати, не знаю, сколько будет стоить. Наверное, вот так и будет стоить три с половиной тысячи. То есть, все, другой мир. То есть, вот в этом и прикол, почему люди хотят Сектор Газа слушать. Потому что они хотят слушать именно ту музыку, которая им нравилась в детстве, а новой такой музыки, ее просто нету, потому что другие тенденции, сейчас другая музыка, и они ее не воспринимают. А хотят именно то, что было. А то, что было, то, что делают типа группы сейчас, это все отстой. То есть, все группы, которые играют в стилях такого прям обычного панка, того как бы, когда был Сектор, они все отстойно это делают. И они не смогут уже популярность той добиться и так далее, потому что время ушло. Все. Сектор были первые в таком жанре. Они первые придумали такие с прикольчиком петь, с матом, петь жизненные песни и так далее. У них получилось. Плагиата у Запада будет намного меньше, чем у Сектора Газа. А у Сектора Газа 90% всех песен. Это жалкий плагиат у Запада просто. Ну и что? Плагиат каких-то мелодий. Это много у кого есть. И у Нирваны есть плагиат, и много у кого. Зато это слушается классно. И мелодии классно звучат, и так далее. А у нас да нет плагиата. Зато все мелодии говно просто. Тексты просто примитивная банальная хрень. Даже если у них и будут песни про маргинальный образ жизни быдла какого-нибудь, то я уверен, что их не будет так много. У Сектор Газа было не про маргинальный образ жизни быдла, а про образ жизни в целом всего народа России в то время. И вот было такого народа большинство. И сейчас кто поет про каких-то наших тоже там, типа, таких вот стандартных типажей людей, это тоже большинство. Это не маргинальный народ. Это большинство в нашей стране. Вот ну и все. Ну как бы про них и поют, да. Если тебе не нравится это, ну извини, но такая вот страна. Много как у Сектора Газа. И это обойдется мне намного дешевле. И там все будет по-настоящему и качественно. Еще и будет возможность пообщаться с... Не будет качественно. С чего ты взял, что будет качественно? С чего ты это взял? Что будет хороший звук, что музыканты будут хорошо играть на инструментах? Нет. Нет. Это ничего не значит. Будет хуже и все. Конечно, ты можешь поговорить с музыкантами, потому что они собирают 200 человек на концерте. Поэтому ты можешь поговорить, потому что они не нужны никому, никто их не хочет слушать. И естественно, они рады с кем-то поговорить, потому что у них на концерте, дай бог, что 200 человек они собрали. Музыка не заканчивается, потому что все-таки 90-е закончились и нормальные люди не хотят их возвращать и петь всякие песни. Кто нормальный людь? Ты, что ли? Что значит не хотят? Если концерты собирают, если такая цена билетов есть, значит хотят. Это ты не хочешь и не понимаешь этого. Вот и все. О 90-х в хорошем контексте, скажем так. А когда вы зацикливаетесь на говнороке совка и 90-х, ну я имею в виду по типу Хоя с Цоем, где нет ненормального стихосложения, нездравого смысла, нездравого развития. Ну конечно же, у ФПГ такой здравый смысл. А у Сектор Газа нет здравого смысла, да, где все, каждый трек, это песня с офигенным смыслом, с офигенной историей, которая с каким-то прикольчиком и в то же время с горькой правдой. Конечно же нет. И у Цоя. Ну у Цоя там есть проходных песен, очень много таких, ни о чем. Но есть куча песен, которые просто до сих пор поют и от них мурашки по коже. От какой песни мурашки по коже у твоего ФПГ, например? Вот ты привел ФПГ, а почему про ФПГ? Потому что он привел. Или кого? Назови какую группу. У кого какой-то здравый смысл. Ты что, угораешь что ли? Те аранжировки, то вы тем самым мешаете молодым и талантливым музыкантам, которые над качеством песни... Ну вот очередной насиё, что люди, которые хотят прийти на Сектор Газа, и они мешают молодым и талантливым. Да потому что молодые и талантливые музыканты говно. Вот поэтому на них не ходят, никто никому не мешает. Не должны 40-летние мужики ходить на ваших молодых талантливых музыкантов. Молодёжь на них не хочет ходить. Молодёжь идёт на кис-кис, на Моргенштерна. Потому что всё, нету твоих панковских и рокерских талантливых музыкантов. Нету, они делают говно. Вот и всё. Поэтому не ходят. Вот меня это нытьё просто бесит. Ой, вот вы, фанаты, виноваты из-за вас. То есть не из-за того, что музыканты делают говно музыку, что они не могут яркое шоу сделать. Все выходят в каких-то, блядь, объёбанных джинсах и два слова связать в микрофон не могут. И текст нормальный написать не могут со смыслом. А поют про какую-то хуйню, про борьбу с собой, про борьбу с системой. Какое-то говно просто банальное. И ты сейчас мне говоришь, что в этом виноваты 30-40-летние мужики, которые тогда слушали сектор газа и хотят опять прийти на сектор газа. Чё, серьёзно? Ну ты просто... Ну это просто мышление крайне странное. Крайне странное. Не буду пока ещё, не буду пока ещё жестить. Намного больше заморачиваются и реально стараются. Вот, вы мешаете. Да какая разница, кто заморачивается? Никого это вообще не ебёт, кто там заморачивается. Если вы делаете музыку хуйню, которая не актуальна, не востребована, то всё, на неё не ходят. Кис-кис ходят. Пошлая Молли ходят. Ну вам? Тебе это не нравится, наверное, музыка. А это новый мир. Всё. Не будет, конечно же, 30-летний мужик слушать кис-кис. Или 40-летний. Не будет, да, в большинстве случаев. Ну извини, но ваши говнорокеры и говнопанки, они не делают нормальный материал. Они делают вторичку, всё, что когда-то уже было, просто вторичку делают. Реально самореализоваться в широких массах, чтобы на них обратила внимание куча народу. На тех вот... Короче, вообще чувак просто не шарит, короче. Про билеты я сразу всё понял. Просто обратилку, интернет есть. Сейчас просто выкладываешь, ты можешь выложить трек в ТикТок. ТикТок показывает вообще всем. Если трек реально крутой, он зайдёт. Всё, всё очень просто. Очень просто. Ну просто все современные, вот эти, которые делают а-ля музыку, а-ля панк и рок, они делают в основном все говно. Кто не понимает, что нужно делать современное. А кто делает современное, вот такие, как ты, великовозрастные, её не понимают, эту музыку. Ты не понимаешь пошлую Молли, ты не понимаешь пассаж, ты не понимаешь там Кис-Кис, ты не понимаешь Моргенштерна и прочих всех там Элджеев и так далее. Ты не понимаешь просто современную музыку. Скажу, это не рок. Да, потому что рок уже всё, это друг, он уже изжил себя. Это то же самое, что какой-то блюз там сейчас, или джаз вот был популярный в Америке, а сейчас не популярный, его не слушают. Хотя музыка была крутая. Ну просто всё, проходит время. Сейчас мейнстрим другой, всё. Самых талантливых музыкантов, которые заслуживают больше внимания. Вот из-за таких, как вы, которые зацикливаются на говнороке в 90-х, у нас сейчас рок-музыка в России в жопе просто. Потому что... В жопе она из-за того, что рок-музыку делаете говно, а не из-за этого. Вот другие смотрят на основную массу фанатов русского рока, а основная масса, ну это где-то 80%. Такую тупость, говорит, просто жесть, просто жесть. Да, вот такие 15-летний такой школьник такой смотрит. О, на фанатов, ему надо ещё как-то на фанатов посмотреть. Нет, он просто открывает ВКонтакте, в ТикТоке и смотрит, что популярно. А популярно то, что нравится большинству сейчас. Всё. Если ваша музыка не популярна сейчас, значит, сделайте выводы, почему. Центр, скажем так, всех фанатов русского рока, это говнори и обыватели, которые ничего кроме соя, хоя с горшком, ну и следом ещё, ничего не слушают, а остальные смотрят и думают, господи, нахер этот русский рок нужен, если больше слушать нечего кроме этих четырёх. Послушаем лучше русский говнорэп или попсу какую-нибудь. Да, да. Там хотя бы много чего есть. Да, много чего есть и много чего пиздатого. А рок сейчас, да, хуйня полная, ну и что? Вот. Поэтому, что хочется сказать? Весь рок сейчас, который вот я видел, который типа как бы должен быть, как ты говоришь, это все люди просто ведут себя супер зажато, супер все забитые какие-то и просто совершенно не похожи на рок-звёзд. Совершенно не похожи. Концерты унылые, скучные, просто пиздец. Как бы это банально не звучало, помните, дорогие крестьяне, что любую музыку ничто её не портит, так как её фанаты. Реально, как бы это банально не звучало. Вообще, я, кстати, никогда не понимал, почему тексты Летова, ну, нормальные тексты Летова, всё-таки его текст реально чего-то стоит, ставят в один ряд с такими бессмысленными, примитивными песни с тупым набором слов, как у Хоя, Цоя и Горшка. Я это... Просто вот... Я знаю, почему он так говорит. Потому что он не понимает текстов Летова, 90% текстов, вот вы его спросите, вот напишите ему в комментариях, а о чём песня Летова вот эта? И он не скажет вам. Потому что он увидел какие-то там заумные слова, странные какие-то, и он просто такой, о, ну вот это что-то такое, да, вот я не понимаю, значит, это круто. А вот типа у Хоя и у Цоя мне понятно, про что песни, значит, они говно. Это тупое мышление и у Короля и Шут. У Короля и Шута офигительные истории, да, они простые, да, они простенькие, но для текста такой группы, для музыки это вполне себе достаточно. Они не звучат пошло и кринжово, они нормально звучат. У Цоя песни, да, есть вообще примитивные, но как типа... Это как бы, знаете, как... Что вижу, то пою, грубо говоря. Но среди них все равно есть очень крутейшие тексты с нормальным смыслом, с метафорами и так далее. И главное, с такой искренностью и с протестом. Вот. У Сектор Газа вообще все песни крутые. Да, у него может быть там такой слог достаточно быдловатый, такие типа в плане литературного какого-то русского языка, так типа немножко примитивненько, но в этом и кайф, потому что именно так и разговаривают эти люди, про которых он поет, это общество. В этом и есть смысл. В этом и есть смысл. И, по крайней мере, в текстах Сектор Газа есть хоть какая-то... Каждая песня это какая-то история. И она не банальная, просто типа... А это какая-то история, какая-то витиеватая, с каким-то там завязкой-развязкой, там сюжетом с каким-то. Чем не могут похвастаться соврем... И назови мне, какие песни и про что там у современных групп, которых ты вот сейчас имеешь в виду, на которых не ходят, и которые талантливые, молодые, и все делают качество. Ни у кого такого нету просто. И ставят в один ряд, потому что это все как бы гениально. Что Летов, что Король и Шут, что Сектор Газа, что кино. Ну, это как бы... Это просто сделано классно. Вот и все. Вот как бы простой пример. Я этого реально не понимаю. Хотя, вот как вот говнори переоценили Летова, как Попс из него превращают. Я не удивлюсь, если и с Летовым захотят так же голограмму сделать, как делали с горшком, с Цоем, вот с Хоем сейчас собираются. Реально, я не удивлюсь, если и с Летовым такое сделают. Хотя, я уверяю вас, что Летов бы от такого пиздеца просто бы в гробу бы перевернулся. Потому что посмотрите его интервью, как он всячески негативно отзывался о широкой такой славе, что он никогда не имел, никогда не хотел иметь такую широкую... Ну да, Летов не хотел иметь. Летов вообще крайне странный был такой человек. И текст у него крайне странный. И как бы, да, это своеобразная такая штука. Сектор Газа, это по сути, была попсовая группа, как Ленинград. То есть, если бы Хой не умер, они бы были достаточно попсовыми, собирали бы стадионы и делали бы деньги нормальные, выступали бы на корпоратосах. Да? Вот. Кино, это тоже была, ну, не сказать, что прям попсовая такая типа... То есть, мне кажется, сектор, он даже больше попсовый был вот прям по идеологии и по мышлению Хоя, как бы. Вот. Кино, она была такая, ну, типа... Такая обычная рок-группа. Вот рок-группа обычная. Как бы. И все они хотели славы, все они хотели популярности, все работали с продюсерами. Кроме Летова, да. Ну, Летов был исключением, что дальше. Это никак не связано, как бы. И Король и Шут, они тоже хотели и популярности, и всего вот этого. Ну, и что? И повторюсь еще раз, что на Хоя, Цоя и Горшке рок-музыка не заканчиваются. Не позорьтесь. Ходите лучше на нормальные, настоящие... Какие нормальные, блядь? Напишите, какие нормальные, настоящие группы? Панк-концерты. Какие? Какие группы? Где все настоящее, а не на эту дрочь с голограммой. И поймите, что... Кстати, на дрочь с голограммой еще ходят, почему? Не только из-за того, чтобы просто попасть и послушать что-то. Вообще на концерты ходят не слушать, на концерты ходят тусоваться. То есть приходят люди, единомышленники, все фанаты Сектор Газа, например. И они пьют пиво, общаются, танцуют, смеются, ржут там, знакомятся, веселятся. Вот и все. Когда приходили все полупьяные на реальные концерты Сектор Газа, ну да, там человек мог прийти, и он даже мог далеко стоять, и даже не увидеть особо Хоя там, как бы близко, да. То есть какая, по сути, разница, голограмма или нет. Нет, ну я понимаю, что нет, конечно, разница есть. Потому что живой концерт, это концерт, когда произойти может все что угодно, да, как бы с голограммой этого. И то, я говорю, если живые музыканты там все остальное играют, то есть никак он говорит, что они под плюс просто все делают. Если под плюс, это, конечно, странно. Но в любом случае это тусовка. Это как прийти на просто фильм в кинотеатр. Только на фильме ты просто сидишь, смотришь, ничего не делаешь, не взаимодействуешь друг с другом, поэтому можно дома посмотреть, поэтому как бы ходить в кинотеатр я тоже не понимаю. Но на концерт с голограммой, да, как раз смысл в том, что приходит куча людей по интересу, потому что им нравится сектор газа, и просто вместе веселятся. Вот в чем смысл похода на такой концерт. Такое вот кощунство, на таком вот кощунстве наживаться, это очень низко. Ну, то бишь, на искусственном воскрешении мертвого. На этом все. С вами был Бездушный. Я очень вас призываю к здравомыслию и повторюсь этой банальной фразой, что ничто не портит музыку, так как ее фанаты, поэтому не портите музыку, и не позорьтесь, и не ходите на эту дрочь с голограммой. Ходите лучше на настоящие и качественные рок-концерты. Настоящие качественные рок-концерты. Ну, вот все, что он в конце сказал, это можно к нему прям отнести, как бы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока. Ну, ребята, вообще не согласен с этим человеком, как вы поняли. В общем, все, что я вижу, я сказал по этой ситуации. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и заходите на мои стримы. Всем хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok